Нынешний год юбилейный для Русской Церкви. Мы отмечаем тысячелетие представления Крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира. Повсеместно пройдут торжества, как сугубо церковные, так и широкого общественного и культурного звучания. Одним из первых мероприятий праздничной программы начали в Казани. Посещавший в эти дни татарстанскую землю, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Ларион, возглавил богослужения в главном храме татарстанской митрополии. Сослужили высокому гостю митрополит Казанский и татарстанский Анастасий и епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий. За архиерейским богослужением в Благовещенском соборе Казанского Кремля вместе с сонным духовенством молились представители казачества, братство и сестричество, воспитанники воскресных школ, молодежные активисты, прибывшие из разных городов митрополии. Во время литургии было зачитано послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. Как Моисей, услышавший призыв Господа, «Выведи из Египта народ мой!» Князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую стезию исповедания Христа как Бога и Спасителя. В завершении богослужения глава татарстанской митрополии обратился к молящимся со словами проповеди, в которой особо отметил, что древнейший Благовещенский собор Казанского Кремля созидался не только молитвами, но и трудами первосвятителя Казанского Гурия. Именно с кафедры святителя Гурия начинаются мероприятия память тысячелетия представлений крестителя Руси великого князя Владимира, также тесно связанные и с крещением Казанского края. Митрополит Казанский Татарстанский Анастасий выразил особую благодарность митрополиту Волоколамскому Илариону за его визит и преподнес в дар икону, изображающую крестные страдания Спасителя. В ответном слове митрополит Иларион передал всем благословения святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла на начало торжеств, связанных с тысячелетием, блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира и отметил, что Татарстанская митрополия является первой, в которой эти торжества уже начались. Владыка рассказал об особой значимости памяти святого князя, который уподобился апостолам, принеся веру православную на нашу землю. И с тех пор на протяжении вот уже более тысячи лет православие озаряет нашу землю своим светом. С тех пор вот уже более тысячи лет Господь особые милости своей щедроты изливает на наш народ через Пресвятую Богородицу, через Ее чудотворные иконы, в том числе через чудотворный казанский образ Пресвятой Богородицы. Митрополит Иларион также призвал верующих помнить о том, что в нашей стране бок о бок с православными, живут люди других вероисповеданий, и Господь призывает нас быть в мире со всеми людьми. Если мы хотим кого-то в чем-то убедить, если мы хотим кого-то убедить в том, что Христос поистине воскрес, что Христос продолжает жить среди нас, то мы это можем сделать не словами, не проповедью, а нашей жизнью и нашими делами. Владыка Иларион поздравил митрополита Анастасия и всех собравшихся с праздником по случаю начала торжеств в честь равноапостольного князя Владимира и пожелал, чтобы церковь Татарстана продолжала расти, продолжала укрепляться, число верующих продолжало умножаться, чтобы никогда вера православная в этом благословенном крае не оскудевала. И в памяти совместно совершенного богослужения митрополит Иларион преподнес главе митрополии панагию с образом Пресвятой Богородицы умиления. Продолжение следует...